Светлана – жительница дома 19Б по проспекту Юбилейному. У нее большая семья, дети и больная мать. Ухаживать за детьми и мамой стало тяжело, когда отключили газ. Ведь женщина не может даже ничего приготовить. Нет. Газа нет. С 8-го часа мы сидим до сих пор без газа. Готовим на вот этом дореволюционном аппарате. Газ в этом доме отключили 1 февраля в связи с ремонтными работами и установкой прибора учета газа. Причем одного на два дома, говорит Светлана. Было объявление 1-го и 2-го числа, не будет газа в связи с ремонтными работами. После этого газ не поступил, не включили. Безосновательно, беззаконно. С учетом того, что у людей есть газовые счетчики внутри квартирно. То есть все люди сидят без газа. Жильцы жалуются в Горгазе и вовсе не уведомляют их о запланированных работах. Так, 6 февраля несколько людей вырезали газовые трубы, в ходе чего возникла драка между жильцами, как оказалось, сотрудниками Горгаза, которые отказались предъявить какие-либо документы, чтобы обосновать свои действия. Жильцы жалуются, один прибор учета газа на два дома может повлиять на суммы в платежках. Жители дома на это не соглашаются. По их словам, именно поэтому им и отключили газ, а не из-за ремонтных работ. Подключите газ и решайте вопросы о установке счетчиков внутриквартирных, общедомовых. Но пока, на данный момент, должны подключить газ. В свою очередь, на вопрос, почему в доме до сих пор нет голубого топлива, в Запорожгазе объяснили, жильцы не подпускают их к месту утечки газа. После того, когда жильцы допустят газовиков для завершения производственных работ, которые были запланированы. Там же не только установка домового, а там в колодце были аварийные работы, там была утечка. Поэтому тут совмещены два вопроса. В пресс-службе заверяют, газ отключили не из-за установки прибора учета. Но почему не устранили проблему, как и обещали 2 февраля, неясно. Отключение из-за отказа от установки возможно только с 2018 года. Паниковать не стоит, но что посоветовать? Посоветовать могу только не отказываться от установки счетчика, письменно хотя бы. Почему? Потому что в случае отказа прямая есть норма, применяется повышенная норма потребления. Юристы говорят, коллизии между жильцами и запорожгазом возникают из-за неточности законе о коммерческом учете природного газа, где не сказано, какие именно приборы учета должны стоять у жильцов – индивидуальные или общедомовые. Седония Ракелян, Олег Мовчинюк, ТВ5.